За все в этой жизни приходится платить. В начале 2000-х наша страна вновь пыталась обрести свою самостоятельность и боролась за право проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику. 2004 год был во многом переломным. Именно в этот момент решалось, выстоит ли Россия или опять скатится на задворки мира. И против нас была развязана настоящая террористическая война, цель которой – запугать людей и заставить их прийти к мысли, что свобода не стоит таких жертв. Время словно остановилось с 9 утра 1 сентября по утро 3-го 2004 года. Жертвами теракта в Беслане в 2004 году стали более 300 человек – дети, учителя, родители, родственники. Подобные акции нужны не только для того, чтобы сохранить память о погибших. Важно, чтобы у сегодняшних школьников не возникло сомнения в том, что жертвы эти были напрасными. Воспитать в них глубинное, осознанное и подсознательное неприятие терроризма. Страшные слайды, страшные цифры. По лицам ребят было ясно, что информация достигла цели. Мы должны помнить о тех, кто погиб в таких терактах. Нужно понимать, что терроризм – это самая страшная вещь на Земле. Нужно оценить мир. Нужно жить мирно. Грустно видеть то, что происходило, то, что вообще такое могло произойти когда-то в нашем мире. Чтобы не было подобных инцидентов в будущем, я считаю, что каждый человек должен понимать то, что он делает, и примерять свои действия по отношению к другому человеку на себя. Уроки, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошли во всех классах Одинцовской средней школы номер 9. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.